всем привет с вами ирина и канал my diy life сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную порцию переделок из любимого многими магазина fix price сегодняшние переделки получились у меня очень разноплановыми по стилю часть из них очень женственная декоративная не побоюсь этого слова гламурная ну а часть напротив брутальная со ржавчиной со стариванием в стиле который у нас называется лофта за рубежом industrial смотрим у меня давно лежала за кромах вот такая вазочка в форме граната мне очень понравилась форма но цвет совсем никуда не подходил ее я решила покрыть поталью закрываем вазочку спиртовым клеем для потали и даем подсохнуть минут 5-10 по инструкции кстати на керамике хорошо видно когда клей что называется готов видите из белесого он стал прозрачным тут можно уже клеить меня была вот такая красивая поталь с интересными разводами давно хотела ее куда-то использовать наконец она дождалась своего часа накладываем лист потали размещая звездочку на бок ваза и мягкой упругой кистью приглаживаем разравниваем поталь пока не получим ровную блестящую поверхность даем клей окончательно просохнуть и покрываем нашу вазочку шелачным или спиртовым лаком чтобы защитить покрытие лучше нанести несколько слоев готова вот такая милая вазочка получилось мне очень нравится рисунок на потали но и покрытая обычной поталью например медного цвета она будет смотреться очень стильно сыну в комнату давно нужен был ночник и после праздников я наткнулась фикс прайсе на вот этот ананасик опять же понравилась форма и задумка но не исполнение дешевый пластик будем превращать в ржавое железо для начала заворачиваем лампочки в малярный скотч чтобы не испачкать и покрываем весь светильник акриловым грунтом темно-серого цвета даем хорошо просохнуть берем серебряную краску разводим в водичкой чтобы стало пожиже и хаотичными мазками покрываем наш ананас чтобы получилась неоднородная окраска можно промакивать бумажным полотенцем я раньше уже показывал такую технику можно просто кисточка вертикальными похлопывающими движениями добиться такого же эффекта краски наносим довольно много чтобы не сразу высохла пока краска еще мокрая берем молотую корицу и посыпаем ей наш ананас корица у меня не совсем правильного цвета поэтому для мест где я хочу что называется более ржавую ржавчину я смешиваю коричнево-акриловую краску клей pva и немного корицы все пропорции на глазок краски и клея примерно одинаково а корицы столько чтобы крупинки были заметны если получится густовато можно развести водичкой получившейся текстурной краской проходимся в тех местах где хочется видеть более заметную ржавчину у меня это периметр ананаса а в остальных местах просто вбиваем корицу еще влажную краску у нас получится неровная шершавая поверхность очень похоже на начинающий ржаветь металл даем высохнуть снимаем скотч и подкрашиваем темно-серой краской места у лампочек если где-то не прокрасилась вот и все я уже прямо вижу как противники всего старого и ржавого гневно занесли пальцы над клавиатурой безусловно такая штучка подойдет далеко не в каждый интерьер но если вам нравится стиль лофт то такой светильник может стать очень симпатичным дополнением следующий герой нашей переделки вот такой округлый цветочный горшок из него я сделаю морского ежа вырезаем из бумаги кружок по размеру отверстия в горшке старым школьным способом делим окружность на 6 частей откладывая по окружности радиус накладываем кружок на горшок и переносим разметку маркером на край горшка теперь берем полоску бумаги и по линейке наносим на нее разметку через каждый сантиметр берем нашу полоску с разметкой либо мягкий сантиметр накладываем на бок горшка по первой метки на горлышке стараясь чтобы полоска легла перпендикулярно дну и наносим на бок разметку через сантиметр делая отметинки маркер после того как сделали первую линию кладем горшок вверх дном накладываем на него наш кружок совмещаем одну из отметок на круге с линии нашей разметки которые мы только что нарисовали и отмечаем остальные по кругу это чтобы проще было делать ровно линии на боках горшка итого я сделала 12 линий разметки 6 основных потом между ними еще шесть теперь берем контур по стеклу белого цвета и начинаем закрашивать наши линии разметки точками чтобы ничего случайно не смазать даем горшку просохнуть и продолжаем делать рисунок 12 линий разметки мне показалось мало и я нарисовала еще 12 между основными уже на глазок на узких дольках это гораздо проще дальше расписываем горшок по своему вкусу некоторые иголочки мне захотелось сделать покрупней и я их нарисовала контуром для жемчужи но они казались недостаточно контрастными так что сверху я их закрасила белым контуром заодно сделала побольше потом окружила цветочками прямые линии обвела с двух сторон сначала прямыми потом волнистыми линиями точек в итоге у меня получились чередующиеся широкие полосы точек с цветочками без цветочка а между ними волнистые линии без рисунка чтобы рисунок на горшке получился максимально правдоподобным наберите в гугле морской еж и попробуйте просто скопировать рисунок с настоящего морского ежа получившуюся вазу можно использовать и просто как предмет декора хороша она будет в сочетании с вещицами морской тематики я ее решила использовать как подсвечник как раз недавно купила в леруа мерлен толстую свечку с тремя фитилями она идеально туда встала так 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 в И, наконец, мой последний герой. Вот такие часы. Часы очень красивые и характерной формы. Они прямо кричат про стиль лофт. Но исполнение дешевый пластик опять же портит все впечатление. Будем исправлять. Для начала откручиваем 4 шурупчика на изнанке часов. Разбираем их на 2 части и вынимаем стекло. Покрываем ободок и центральную часть часов акриловым грунтом черного цвета. Кстати, если вы, как и я, не найдете в продаже готовый черный грунт, его можно сделать самим, добавив к белому грунту черный пигмент. Пигменты продаются в художественных магазинах. Это порошок соответствующего цвета. Не забудьте заклеить стрелки у часов, прежде чем начнете красить. Следующий шаг. Окрашиваем часы в нужный нам цвет. Я хотела черные часы, проржавевшие от времени. Поэтому в качестве подложки я смешиваю черный и рыжий-коричневый, чтобы получить цвет горького шоколада. На видео он кажется черным, но на самом деле этот цвет темно-темно-коричневый. Даем высохнуть и дальше готовим опять же текстурную краску. Все как с ананасом. Смешиваем равные части акриловой краски и клей ПВА и добавляем туда немного соды. Я сделала два варианта цвета. Темно-коричневый, как подложка, и рыжий-коричневый, для имитации более явной ржавчины. Сода в составе дает шероховатую поверхность, которая хорошо имитирует старый закопченный металл. А клей нужен для улучшения сцепления с поверхностью. Эта текстурная краска получается очень прочная и хорошо держится почти на всем. Основной фон покрываем темно-коричневым, а потом по еще влажной краске губкой или кистью делаем небольшие пятнышки рыжий-коричневого цвета. После высыхания снимаем скотч со стрелок и собираем часы обратно. Я решила стекло не ставить, как-то не вяжется оно со стилистикой часов. Стрелки тоже нужно состарить, чтобы не сильно блестели. Я наношу битумную патину и немного серой и рыжей краски. Тут важно не перестараться, а то стрелки не будут хорошо двигаться. Черной краской дополнительно подкрашиваю пространство между зубчиками стрелок и детали на центральной шестеренке. А рыжий-коричневый подкрашиваю стрелки и сами зубчики, чтобы придать рисунку эффект объема. Вот такие часы получились. И уже никак не скажешь, что они пластиковые. Кстати, мне кажется, это может стать неплохим вариантом подарка мужчине на 23 февраля. Повесить куда-нибудь, например, в мастерскую или в гараж. По стилистике они отлично впишутся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА что ж я надеюсь что в сегодняшнем видео и любители всего нового красивого и блестящего и любители всевозможного ржавого старья вроде меня найдут для себя поделку по своему вкусу если это видео вам понравилось и было для вас полезным то как обычно не забывайте ставить большие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски впереди еще больше интересного ну а на сегодня все, всем пока!